Обсудим основы того, как сжигать жир. Это очень важно. И дело тут не в почётах калорий, а в гормонах. Если понимать, как работают жиросжигающие гормоны, как их активировать и как избегать активации жирозапасающих гормонов, результаты будут отличными. Вот что меня поражает. Кто-то приходит к эндокринологу, врач проверяет его уровень гормонов, и, возможно, говорит, у вас низкий уровень тестостерона, я назначу вам тестостерон. А что насчёт питания? Об этом говорят редко. Сегодня я расскажу о натуральных способах повысить или снизить уровень гормонов для достижения одной цели — сжигания жира. В наибольшей мере на сжигание жира влияет гормон инсулин. Его вырабатывает поджелудочная железа, у него много функций. Но одна из его главных функций — это запасание жира. Давайте откроем вот этот учебник по медицинской физиологии. В отсутствии инсулина всё действие инсулина, приводящее к накоплению жира, обращается вспять. Поэтому если мы хотим сжигать больше жира, необходимо снизить уровень инсулина. Нельзя сжигать жир, если инсулин слишком высокий. Можно всеми способами повышать уровень жиросжигающих гормонов, но если уровень жирозапасающего гормона инсулина повышен, это сводит на нет влияние всех других гормонов, помогающих худеть. Вот почему эта информация так важна. Ведь если вы, например, ходите в спортзал, тренируетесь, но перед тренировкой съедаете протеиновый батончик, в котором куча сахара, вы сводите на нет свою способность сжигать жир. Или если вы тренируетесь и пьёте гейторейд, где полно глюкозы, тренировка проходит напрасно. Вот чем ещё интересен инсулин. Даже небольшое количество углеводов значительно блокирует снижение веса на какое-то время. Скажем, если вы через день выпиваете немного вина или, возможно, съедаете кусочек хлеба, немножечко углеводов, ваша способность сжигать жир сильно снижается. После этого жир не будет сжигаться в течение суток, или дольше. Это нельзя делать по чуть-чуть, надо какое-то время выкладываться по полной, чтобы был результат. Что активирует выработку инсулина? Углеводы. Что относится к углеводам? Крахмалы, клетчатка и сахара. Клетчатка — единственный углевод, который не повышает инсулин. Так что не беспокойтесь о пище, в которой очень много клетчатки, такой как листовая зелень. В ней так много клетчатки и так мало крахмала, что инсулин, по сути, вообще не повышается. Как правило, надо стремиться употреблять менее 50 грамм углеводов в день. Не за приём пищи, а в день. Но если хотите реально ускорить дело, я бы урезал углеводы грамм до 20 в день, или ещё меньше. Также инсулин повышается из-за приёма пищи как такового. Лучше есть реже. Это называется интервальным голоданием. Но инсулин повышают не только углеводы и частые приёмы пищи. Масла из семян тоже повышают инсулин. Они вызывают инсулинорезистентность, сильное воспаление, повреждение клеток. И из всех факторов, которые идут нога в ногу, с общей тенденцией к ожирению, именно рост потребления масел из семян в наибольшей мере совпадает с тенденцией к ожирению, что любопытно. Остерегайтесь этих масел в ресторанах. Они есть в салатных заправках. Ещё одно вещество, которое повышает уровень инсулина, это глутамат натрия. Насчёт глутамата натрия идут дебаты. Нам говорят, нет, глутамат натрия не повышает уровень инсулина. Он не приводит к набору веса. А вы бывали в закусочных, где вас чуть ли не купают в глутамате натрия? В китайских ресторанах, кстати, тоже. А уже через час вы чувствуете, что снова проголодались. И в глутамате натрия много скрытого натрия, а он вызывает жажду. Если обмануть мозг, чтобы он думал, будто вы едите белок, хотя это не белок, то часа через полтора вам сильно захочется что-нибудь съесть. Следующий гормон — эстроген. Эстроген тоже может сделать человека толстым. Слышали о доминировании эстрогена? Это когда у женщины лишний вес сосредоточен в нижней части туловища. Уровень эстрогена повышают противозачаточные таблетки, гормонозаместительная терапия и так далее. Третий гормон, о котором надо сказать, — это кортизол. Он очень важен. Есть вот такая книга. Это четвёртый том медицинского атласа, посвящённый эндокринной системе. Посмотрите вот на эту иллюстрацию. Видите живот этого человека? Это из-за надпочечников. Надпочечники выбрасывают в кровь гормон стресса кортизол, а он заставляет жир откладываться в области талии. Взгляните на эту картинку. Бум! Это избыток кортизола. Вот такой живот. Тело забирает белок из ног и ягодичных мышц, из мышц пятой точки, и превращает его в сахар, а затем в жир на животе. Когда человек испытывает стресс или принимает прегнизон, а это синтетическая версия кортизола, он может набрать много веса, причём не только на животе, но и на лице. Это называют лунообразным лицом. То есть кортизол направляет жир больше в область талии, чем куда-либо ещё. Жир окружает кишечник, и это механизм выживания. Также порой возникает горб бизона в верхней части спины. Кроме того, кортизол сводит на нет действия жиросжигающих гормонов, о которых я сейчас расскажу, таких как тестостерон. А также, и это очень важно, инсулин сводит на нет действия всех жиросжигающих гормонов. Как нам снизить уровень инсулина? И это самое важное действие. Первое, чтобы снизить инсулин, надо урезать углеводы, меньше 50 грамм в день. Я бы ел их меньше 20 грамм в день. Я бы голодал интервально, ел бы не так часто. Я бы также пил яблочный уксус с водой. Я бы принимал берберин. Берберин как бы имитирует препарат метформин, который снижает инсулинорезистентность, но без побочных эффектов. Корица — ещё одно отличное растительное средство. Далее, эстроген. Надо просто избегать эстрогена. Избегать веществ, которые имитируют эстроген. А они есть в окружающей среде, так что ешьте больше органических продуктов. Далее, как снизить уровень кортизола? Надо уменьшить стресс. Выполняйте физическую работу по дому, чтобы отвлечься от стресса. Подолгу гуляйте пешком. Принимайте витамин В1. Всё это очень важно. Но есть ещё кое-что — витамин D. Витамин D помогает снизить уровень кортизола. А теперь перейдём к жиросжигающим гормонам. Есть два главных гормона. Они работают вместе. Гормон роста — это также антивозрастной гормон. И второй гормон — это ИФР1, инсулиноподобный фактор роста-1. По своей функции он подобен гормону роста. Пожалуй, бег на короткие дистанции — лучший вид тренировки для стимуляции гормона роста и ИФР1. Интенсивные тренировки, хороший сон, умеренное количество белка и интервальное голодание. Следующий гормон — тестостерон. Этот гормон принимают многие мужчины, но его уровень можно повысить, если употреблять пищу, богатую цинком, или употреблять достаточно холестерина. Холестерин — это строительный материал для тестостерона и других гормонов. Поэтому, если вы на статинах или употребляете мало насыщенных жиров, вам может не хватать тестостерона. Следующий жиросжигающий гормон — глюкогон. Действие глюкогона сводится на нет, когда повышается уровень инсулина. Выработка глюкогона активируется за умеренным количеством белка и интенсивными тренировками. Практически, как и в случае с гормоном роста и ЭФР1. Далее, адреналин. Уровень адреналина повышают тренировки. Адреналин является также нейромедиатором. Далее, гормоны щитовидки. Т3 — активная форма гормона щитовидки. Чтобы повысить уровень гормона щитовидной железы, надо устранить то, что его блокирует. Это может быть ожирение печени, проблема с почками, дефицит йода, дефицит селена или доминирование эстрогена. Ведь избыток эстрогена может блокировать щитовидку. И вот, что вам нужно знать о тренировках. Вклад в тренировок в общее снижение веса составляет лишь процентов 15. Но тренировки могут в огромной мере снизить стресс и улучшить сон, благодаря чему вся эта программа будет работать. И хоть их вклад 15%, если не тренироваться, то я считаю, вы намного дольше будете идти к своей цели. Итак, посмотрев это видео, вы узнали, как сжигать жир. И вы узнали относительную важность жиросжигающих гормонов и жирозапасающих гормонов. Особенно инсулина и кортизола. Это доминирующие гормоны, которые сводят на нет действия всех прочих. Надпочечниковый, щитовидный, яичниковый или печёночный. Какой тип телосложения ваш? От этого зависит причина лишнего веса и вашего плохого самочувствия. Пройдите бесплатный тест, узнайте свой тип телосложения и получите рекомендации по нему. Продолжение следует...